Моя Родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Здравствуйте, друзья! Время к обеду. Так, это полуденное солнце. Восток, откуда оно появилось. Сейчас оно переместилось на юг. Дальше будет запад, и вот там оно уснет. Это питомник железовых. Он, ну, почти образцовый. Был бы образцовый, но не хватает сил полностью справляться с этими же самыми, видите. Это тяжелейшая работа, выпалывать, выпалывать, выпалывать. И даже в дикую засуху, которая была у нас месяца два, так оно и продолжалось. Трава его не заметила в засухе. Но в целом питомник, наверное, лучше в России. Почему? Это питомник, но он же и маточный сад, видите. Поднимаю выше. С этих же деревьев берутся чернки, прививаются. С этих же деревьев берутся косточки. Косточки высаживаются. На второй год прививка. Эзотаты прививки. Ну, вот такие вот. Да, в случае абрикоса. Посмотрите на, например, на качество в этом году. Сегодня какое? Пятое? Нет. Да, сегодня 5 декабря. Посмотрите на качество листьев, на качество саженцев. Это однолетки. Вот. Смотрим дальше. Ну, что тут написано? Фаина. Это мой суперсорт. Тройной гигитативный гибрид, которых на планете нет. Почему? Откройте, как положено. В Википедии там написано, что гигитативная гигитация. А это лженаука. Вот это лженаука. Вот она. Вот это лженаука. Посмотрите, можно ли считать. Ну, кто-то еще обзывал меня и Латинкова производителями химер. Но химера, это значит, что они должны были умереть. Поняли, да? Химера, да, это то, что не имеет права жить. Вот. Ну, классическая химера. Человек с головой льва, лев с головой человека. Долго проживет. Вот. Короче, наука решила отдохнуть от трудов праведных. Переходить на объектативную гибридизацию не стало. Им даже в голову не приходит. А вот такие вот, вот такие вот фильмы, никакой роли в ростапах страны не играют. Ну, давайте еще посмотрим, что. Если вот за один год вырастают вот такие вот привитые саженцы, вот такие, вот такие, вот такие, это значит, что подвой манджурский абрикос не подвел. Ну-ка, что там написано? Что там написано? Королевский. Он из Франции, он не имеет права все бережить. По началу четыре подряд поколения, перепривка первое на второе, второе на третье. Заметьте, это мое открытие. Не первое на второе, первое на третье, первое на четвертое, как в науке. а первое на второе, второе на третье, третье на четвертое, четвертое на пятое, и они полностью стали совместимыми с манджирскими абрикосами, шикарнейшие в Королевске тоже, Академик, Серафим, вот, много прекрасных сортов, с плодами от 50 до 130 грамм, и тогда чудо свершилось, вот они в Сибири, их никто не выкапывает, для того, чтобы закопать в сырой песок где-нибудь в погребе, это исключено, зимует на морозе, я, Железа Валерий Константинович, со всей ответственностью заявляю, что все это зимует на морозе, и где-то три четверти продается весной, сразу отсюда, случаев замерзания нет, ну и морозов в последнее время за 40 тоже нет, откровенно говорю, ну и 40 градусов тоже должно впечатлять, особенно жители Франции, Бельгии, откуда эти сорта, груша лесная красавица, я по следующей фирме буду снимать тут недалеко, там прикупил участок, вырастил, покажу вам, буду знакомить с сортом из Бельгии, а это, вот это вот все, это королевские, вот они, видите, маточные деревья, ну и так далее, теперь, о чем идет речь, они не, как сейчас объясню, видите, вот-вот-вот-вот, тут недалеко у меня плантация, это сеянцы, я продаю, я Железов старший, это семья Железов младших Сергея и Татьяна продают вот такие красавцы, не знаю, почем, я им помог тут грушу продать привитую, они сказали 1400, про это я не спрашивал, ну думаю 1500, а может быть уже 2, но не того стоит, вот-вот маточное дерево, видите, оно двойное, тут и апорт право-красный, тут и пипин шафранный тоже красный, ну двойная прививка, вот видите, вот она, вот она, вот она, вот она, теперь, вот это есть маточный сад в том плане, что вот с этих деревьев, вот она Фаина, фотографии видели, фильмы видели, как мы отсюда собирали плоды, как я угощал гостей, все в открытую, угощение в открытую, возможно единственное в России, где спора пробуешь, потом говоришь, хочу, 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 так вот это вот и есть, вот это, сеансы, я уже фильм такой снимал, но вы понимаете, проходит всего буквально 2-3 месяца, если там было всего лишь каких-то 200-300 просмотров, допустим 250, то проходит еще год, а их все те же 250, то есть приходится все время повторяться, вот, посмотрите, да, они уже пригодны на прививку, не смотрите, что маленькие, вот, смотрим дальше, посмотрите, с какой густотой, можете ли поверить, что здесь хотя бы одна кошка не взошла, конечно не взошла, на сотню, может даже две не взошло, но еще раз, видите, да, на следующий год, вот это чудо, весной они были привиты, осенью они были пересажены, весной привиты, вот результат, соседняя грядка, это есть настоящее садоводство, сейчас я, наверное, присяду, у меня в ногах, правда, нет, операции были на ноги, значит, будем, будем их ноги поберечь, будем их поберечь, так, вот, сейчас я присяду вот сюда, вот, нет, на солнышко, кости будем греть, вот здесь, наверное, будем греть косточки, и поговорим, значит, к сожалению, тема фальшивых питомников, она страшна, она, она подла, эта тема, потому что по этой теме вам предложат все, что это невероятно, сад расположенный, якобы питомник, европейская Россия, вот, забывает написать, какое, какое область, сразу пишет город, вот сразу адрес, а индекс есть, город есть, а город не областной, нет, вот, и пишет, саженцы из Сибири, сибирский питомник, дальше, самые яркие фотографии из интернета, самые яркие, ясно, что они сделаны в Испании, в Италии, в Египте, вот, во Франции, тот же королевский, самые яркие фотографии, и это якобы в Сибири, а я знаю точно, что не то, что питомник, ни одного матчего дерева у них нету, вот, это и происходит повсеместно, вопрос только к степени лжи, вот, больше 150 питомников, может, уже 200, присвоили мои фотографии, откуда, где их фотографии, вот, это все происходит, и на этом фоне, я не говорю, что Сергей бедствует, нет, но, даже вот это не может прокормить семью с его ипотекой грабительской, сами понимаете, это значит, что он все время в работе, у него по 12 часов смена, он крановщик, вещи не досып, мы вещи с его мамой в страхе, вот, вот, это самое, с начала и с сюда, надо работать, 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 вот, нанимать надо, но опять платить надо, вот, это бесконечная, бесконечная работа на кране, на Саинском алюминию, еще тут, это очень тяжело, вот, а надо, чтобы полностью питомник кормил, но чтобы он кормил, люди должны отличать, что из 100 саженцев на рынке, скажут сотни, 99 фальшивки, они будут вроде настоящие, и черешня будет выглядеть, как черешня, и абрикос, как абрикос, но они просто замерзнут, и тенденция последних годов, вот, продаем абрикос по 60, как 60 рублей, у меня ветка, это, 200 рублей, а персиковая 300, ветка отрезанная, напрюху стоит, а тут абрикос, ну, правда, оптом, да как, да очень просто, сразу оттуда, и скорее продать, пока не сдохли, откуда вы, оттуда, с южных стран, вот это происходит повсеместно, настолько страшное, лохотрон, настолько гигантский, что этому нет ничего, я не знаю, от чего, это, мавроди застрелился, или повесился, если не повесили, но, возможно, только тогда, когда услышал о масштабе, что МММ этот детский лепет, по сравнению с масштабами по продаже фальшивых саженцев, вот такая у нас жизнь, никто с этим не борется, никто, существует целая система контроля, а польза какая, да никакой от нее нету, вот, все равно, ну, и потом дело личного человека, а рискну, возьму южный, а вдруг не замерзнет, так получается, то есть, получается, что люди сами, я сам, меня нетрудно обмануть, я сам обманываться рад, кто-то из классиков сказал, вот, пожалуйста, настоящий питомник, сюда приходит, подъезжает машина, приходит сюда Сергей, может, его помощник с лопатами, выкапывают, по большей части в горшках, местным, не местным, ну, что такое местный, одна машина, может быть, с Томска за сезон, вот, две-три машины с Красноярска, одна-две с Минусинска, одна-две с Абакана, и хотя бы этих людей легко обеспечить саженцев и в горшках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok